Трудные места писания Трудные места писания Да, тогда людей захватывали в рабство Израильтяне точно так же, как и остальные народы Такие были военные обычаи И что здесь важно Добыча делится пополам Воины получают половину А весь остальный народ свою половину То есть те, кто не ходил, все равно в этом участвуют И из доли воинов Одна пятисотая Смотрите, какой мелкий налог Одна пятисотая Отдается в возношение Господу Но вопрос не об этом Вопрос нашего зрителя Что значит взять людей, пленных И отдать их священнику в возношение Господу Священник будет их приносить в жертву Убивать, сжигать, но не людей же Или же военная добыча Частично отдавала священнику в собственность И это для воинов было в возношение Господу Ответить очень просто Надо посмотреть на язык оригинала В возношение Господу Слово в возношение переводит Древнееврейское слово терума Оно и буквально, в общем-то, так переводится Потому что это от глагола возвышать И терума – это то, что возносится Ну, потому что дар, который приносится Богу Он вот так вот поднимается Символическим таким жестом Как бы небу он отдается Но что же делалось с этими дарами? Ну, вот давайте посмотрим Слово встречается не так уж редко в пяти книжах Книга Исход, 25 глава, 2-3 стихи Скажется нам, Израилевам, чтобы они сделали мне приношение От всякого человека, у которого будет усердие Принимайте приношение мне Вот приношение, которое вы должны принимать От них золото и серебро и медь Ну уж, конечно, золото и серебро Не сжигают на жертвенники Они идут на украшения Или на покупку каких-нибудь Нужных для святилища вещей Книга чисел – та самая книга Всегда хорошо смотреть в другие контексты Той же книги, потому что в других книгах Может немножко иначе что-то выглядеть Но вот та же самая книга чисел, 5 глава, 9 стих и 10 И всякое возношение из всех святынь сынов Израилевых Которые они приносят к священнику Ему принадлежит И посвященное кем-либо ему принадлежит Все, что даст кто священнику, ему принадлежит Смысл – это не Господу Господу сжигаются на жертвенники А что кто принес в качестве этой самой терума возношение Отдается священнику Это жертва для него Чтобы священник, который не работает Не занимается сельским хозяйством, земледелием, ремеслом Он мог прокормиться, чтобы он не бедствовал Ему приносят пятисотую долю от добычи Ему приносят валов, скотов и рабов Конечно, нам бы хотелось, чтобы рабство отменили Но до этого еще надо дожить Это будет очень нескоро А пока вот эти самые валы, ослы, козы И люди становятся собственностью священника Которую он может располагать сам Это рума, это его доля, его собственность Вот что-то отдается Богу в храм на жертву Что-то отдается в храм на украшение На хозяйственный нужный храм А что-то священнику для того, чтобы он этим владел Вот ровно это здесь и происходит Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео Субтитры сделал DimaTorzok